Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор ринг от компании Тикмил и семья Артур Идиатуллин. Сегодняшний обзор мы начнем с рассмотрения динамики доллара США. Доллар сегодня ушел в отрыв от своих оппонентов. Спред между 10-летними и 2-летними казначейскими облигациями обновил в именем после относительно невозмутимой позиции главы ФРС Джереми Пауэлла, которую он вчера проявил перед Конгрессом, сообщив, что экономику США ждет устойчивый рост в будущие коды. Неожиданно радужные перспективы, озвученные Пауэллом, породили различные версии о том, не живет ли он в параллельном мире, где риски от протекционизма просто неизвестны экономистам. Сообщив о необходимости повышать ставки, он по сути отмахнулся, отбросил угрозу тарифов, вообще списал ее со всех счетов, что торговый спор с Китаем может как-то нанести вред американской экономике, именно ощутимый вред. Он перевел тарифные войны в разряд временных катализаторов, исходя из его понимания будущего экономического роста. Действия подобных катализаторов он расценивает как ограниченные. Вот загадка, почему он так решил. Комментарии Пауэлла подчеркнули разрыв в ожидании по росту доходности между ФРС регулятором и рыночными участниками. И последние принялись подтягивать свои ожидания, скупая доллар. Что мы наблюдали по динамике доллара вчера и сегодня. Здесь рост доллара ускорился и сегодня он держит победу практически против всех своих основных оппонентов. Разница между 10-летними и 2-летними казначейскими облигациями, она у нас опустилась до нового минимума на 0,26%. Сама кривая доходности представляет собой функцию доходности от срока погашения. Здесь это не видно, но обычно она представляет собой некоторую восходящую кривую. То есть с увеличением срока погашения у нас растет и доходность. В данном случае сокращающийся спред говорит нам о том, что эта кривая доходности превращается в плоскую прямую линию. То есть с увеличением времени доходность, по мнению участников рынка, она меняться не будет. Это как раз таки заставляет основу вот этой теории ожидания роста доходности. Это основная теория, которая объясняет, почему кривая доходности выглядит таким или другим образом. Так вот, когда эта кривая доходность, как я уже сказал, превращается в плоскую линию, то рынок перестает ожидать, что доходность в экономике будет расти. А если у нас не растут заимствования, значит не растет и спрос на инвестиции, что никак не может ассоциироваться с устойчивым экономическим ростом, о котором заявлял Павел. Кстати, вот недавно ФРС призвал отказаться от этого ортодоксального технического индикатора, то есть спреда между облигациями различного срока погашения, так как, по мнению ФРС, этот индикатор все меньше отражает финансовые реалии. Однако исторически его корректность, ее трудно повергнуть сомнению. Как раз таки каждому падению, снижению разницы между спредами различного, между облигациями различного срока погашения, как раз таки после этого события следовали вот эти периоды рецессии в американской экономике. Сегодня на спау выступает перед палатой представителей, где, как ожидается, он еще раз даст уверенную оценку экономике, и маловероятно, что он привнесет в ожидание что-либо новое. В общем, сейчас на фоне затища в противостоянии США с Китаем и откровенно бычьим уклоном ФРС для долларов вновь открывается путь наверх, но вот здесь, естественно, он встретит некоторые сопротивления на этом уровне. Он здесь задержится, возможно, отсюда с уровня 95, 50, 96 все-таки произойдет коррекция, потому что, как видите, именно отсюда пошла волна продаж еще в конце прошлого года, и здесь медведи, они должны навязать некоторую борьбу. Но идею повышения доллара также поддержала экономическая статистика. В понедельник это были розничные продажи, во вторник это данные по промышленному производству. Розничные продажи у нас в понедельник оправдали ожидания, у нас ключевой показатель вырос на целых 0,5%, и, в принципе, вся статистика, связанная с срочными продажами, исключая автомобили, исключая затрат на топливо, она, в принципе, оправдала ожидания. То же самое произошло с данными по производственному сектору вчера, это данные по промышленному производству, данные по использованию мощностей, вот этот индикатор промышленного производства, они тоже у нас оправдали ожидания. И, конечно же, такие данные у нас сдерживают развитие опасений, связанных с потребительскими расходами США, то есть замедлением основного драйвера экономического роста США. На стороне валют оппонентов, то есть евро и фунта стерлинга, у нас экономические данные, наоборот, усилили разочарование касательно британской экономики. Практически все данные по инфляции, по розничным продажам, по производству инфляции, они не оправдали ожиданий. Данные по инфляции в еврозоне, базовая инфляция, которая у нас исключает волатильные продукты, не оправдала ожидания, состоя на целых 0,9% против 1% ожиданий. Собственно, британская экономика вообще сказала, что повышение ставок не стоит ожидать в августе, именно потому, что инфляционный импульс, как вы видите, у нас продолжает затухать, несмотря на то, что фунт у нас обновляет минимумы. Он у нас спустился с уровня 1,40 до уровня 1,32-1,30 вот сегодня. И, несмотря на такое снижение, темпы инфляции у нас снижаются, несмотря на обесценение фунта. Как известно, с обесценением валюты, инфляционный импульс должен увеличиваться, так как у нас удешевляется импорт. Но этого не происходит. Это говорит о том, что Банк Англии тем более должен сдерживать ставки на текущем уровне. И пока что ожидать, что в августе он как-то изменит свою позицию по ставкам, по монетарной политике, это ожидать не приходится. Если взглянуть на позицию фунта стерлинга против доллара сейчас, то видно, что в 2017 году и вот здесь, ближе к концу мая, здесь происходило касание пары на уровне 1,30, круглого уровня. И именно вот здесь, когда пара доходила до этого уровня, здесь ожидания по ставке были значительно лучше. И сейчас, когда пара приближается у нас снова к этому уровню и готовится к его пробитию, ожидания по сравнению с прошлым периодом значительно ухудшились по сравнению с прошлым касанием. Это говорит о том, что шансы пары уйти вниз, еще дальше уйти вниз, они намного выше. Возможно, как уже видите, по этой сделке, которую я открыл, эта пара у нас продолжит снижение к уровню 28,50. Это к следующему уровню поддержки. Именно потому, что ожидания относительно повышения ставки, относительно ужесточения политики Великобритании, они значительно ухудшились. Поэтому мы ожидаем дальнейшее снижение фунта. фунта и поиск поддержки на более низких уровнях. Несмотря на то, что есть некоторая вероятность, что все-таки произойдет борьба на уровне 1,30, так как он психологически важный, отметки и так далее. Но все-таки мы ожидаем, что будет происходить дальнейшее снижение. На сегодня у нас все. Спасибо за ваше внимание. Делитесь информацией о ваших сделках в комментариях. Увидимся с вами в пятницу. Субтитры создавал DimaTorzok